Всем привет! Настало время годного контента на ютубе, а впрочем, ничего нового. Сегодня я поделюсь с вами некоторыми лайфхаками нормальными и советами нормальными, как быстро собраться и как же стать красивой буквально за несколько минут, например, за пять. Не знаю, как вы, а вот я, когда на улице холодно и темно, переключаюсь в режим ленивца. Мне тяжело вставать, мне тяжело собираться, мне все лень и все меня раздражает. Поэтому, если ты тоже становишься ленивцем, то присоединяйся к этой ленивце-пати и давай-ка я тебе уже покажу, что я делаю, чтобы выглядеть более-менее ок. В общем, не хочу вас долго всем этим томить, давайте-ка уже приступим, только, конечно же, прежде чем мы начнем, обязательно подпишись на мой канал, тык, включи себя в давление о публикациях, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить и приступаем. Ах да, меня, кстати, Лиса зовут. Очищение кожи. Нет, ну серьезно, это очень банально, но без этого никуда. Золотой стандарт, так сказать. Утром и вечером надо умываться и чистить зубы. Ну, такие себе, в общем-то, банальные ванные развлечения. А теперь серьезно. Если нужно максимально быстро и эффективно собраться, то нужно уделить особое время двум вещам. Это вашей коже и вашим волосам. С волосами все очень просто. Вы делаете как можно более небрежную какую-то такую странную прическу. Она обязательно должна выглядеть именно так, как будто вы на нее нифига времени не потратили, потому что в этом фэшн, в этом стиль, в этом ваш лук. И вот, в общем-то, что-то типа того, что у меня сейчас на голове. Кстати, кто-то в инстаграме меня спрашивал, как я сделала эту прическу. Прическу. Если честно, то я просто завязала хвост и вот так вот выцепила пряди. Хэ, хитрость. А вот что касается кожи, то все гораздо интереснее. Сейчас я вам все расскажу. Начинаем с умывания. Очень удобный продукт это пенка для умывания. Это средство, оно уже подготовлено к тому, чтобы его использовать. Ты просто берешь, нажимаешь на дозатор, получаешь пенку и наносишь ее на лицо. Распределяешь пару минут, делая легкий массаж. К слову о массаже. Утром это особенно актуально. Когда нужно взбодриться, очень круто использовать массажную щеточку. Это, во-первых, очень приятно, а во-вторых, вибрации сразу передают бодрости. Я не знаю, как это работает, но это бодрит. А средство для умывания в коллаборации с щеточкой работает еще лучше. Конкретно моя пенка, она увлажняет и смягчает кожу и улучшает цвет лица, что я считаю очень важно, особенно утром. Канчайте девочки, канчайте за мной шутить. Патчи для глаз. Одна, наверное, из самых гениальных вещей, которая только присутствует на всем косметическо-уходовом рынке. Ты просыпаешься и выглядишь неприятно. Ну, если ты выглядишь неприятно. Но берешь и наклеиваешь эти патчи, и все становится гораздо веселее и приятнее. Наклеивать их очень просто. Главное предварительно очистить кожу век. А так, что ты делаешь? Берешь, открываешь упаковочку, отклеиваешь патчи и размещаешь его на кожу под глазами. И занимаешься своими делами. Можешь, кстати, даже макияж делать. Это очень удобно получается. Ты сидишь, красишься. Может даже как-то криво и косо краситься. Потому что потом ты снимаешь патчи, и все, что на них отсыпается, остается на них. А здесь у тебя все идеально. Чисто прошла с консилером, пошла, побежала, красота. Ну и глаза, конечно же, твои привела в порядок. Точнее не глаза, а кожу под глазами. Обожаю. Тем временем, я считаю, что пора вам рассказать, как я решаю проблему. Ну, вернее, для меня это не проблема, но для очень многих я знаю, что, да. Это темные синяки под глазами. Для меня это не проблема, потому что мне нравятся синяки под глазами. Ну, я странный человек. А что вы хотите? Мой любимый персонаж Гара из Наруто. У него тоже синяки под глазами, и мне норм. Вообще, эта проблема решается достаточно просто. Вы можете использовать консилер, обыкновенный по цвету вашей кожи или светлее, или цветной корректор, например, какой-нибудь красный или оранжевый, чтобы замаскировать ваши синяки. Но есть способ куда интереснее и куда проще, особенно в момент, когда нам нужно быстро-быстро-быстро собраться. Это использование экспресс-корректора. Что такое экспресс-корректор? Ну, по названию понятно, что это корректор, который действует максимально быстро и не требует от вас особых усилий, потому что он экспресс. Не путать с эспрессо. Эспрессо — это кофе. Экспресс — это быстро. Это средство, которое моментально устраняет круги под глазами, морщины там и прочие неприятности. Посмотрите, кстати, на цвет. Кажется, что он темноват, не так ли? Но прикол экспресс-корректора в том, что он подстраивается под кожу. Вот серьезно, в баночке для меня, но объективно, этот корректор кажется очень темным. А смотрите, что по факту. А по факту он подстраивается под цвет кожи, и никаких вопросов. Очень удобно, когда ты спешишь. И с растушевкой, кстати, никаких проблем. Можно хоть на ходу делать пальцами. Просто постучала, пошла. И идеально! Тональный блур. Нет вещи для меня более любимой на данный момент, чем тональный блур. Кто давно меня смотрит, уже давно знает, что я просто дикий фанат этого средства. К сожалению, оно еще пока не сильно распространено в России, но скоро, я вас заверяю, точно будет. Поэтому будьте в числе первых, кто тоже по нему фанатеет. Что вообще такое блур? Блур это, соответственно, фильтр, который вы можете найти в FaceTune, в Photoshop и все такое прочее. Но если серьезно, то блур это такая вещь, которая сглаживает все твои недостатки кожи, делает ее ровной, идеальной, гладкой и типа отфотошопленной. Зачем блур нужен? Ну, за тем, чтобы на фоточках получаться классно, и за тем, чтобы когда ты смотрела на себя в зеркало, ты видела очень ровную, приятную, красивую кожу. У меня этих блуров целая куча, их существует огромное количество разновидностей. Есть блуры отбеливающие из той же самой Кореи, у меня, кстати, есть, и это вообще одно из лучших моих приобретений. Есть блуры, которые можно использовать как базу под макияж, тогда тональный крем на них будет лежать более красиво и более, не знаю, фотошоплено, что ли. В общем, есть огромное количество разнообразных блуров, но недавно я увидела такую вещь, как блур-крем. Вот, и это, кажется, перевернуло мою жизнь, потому что мало того, что это блур, так это еще и крем. То есть, получается, это же идеально. Этот крем очень по текстуре похож на базу под макияж, но, тем не менее, в первую очередь, все-таки это крем. Он маскирует расширенные поры, несовершенство кожи, выравнивает тон кожи и придает ей гладкость. Что важно, так как это все-таки крем, он не мешает дыханию кожи и не забивает поры. Использовать этот блур-крем можно в комбинации с каким-то другим вашим кремом, ну, например, условно-витаминным или каким-нибудь питательным, чтобы получить сразу два эффекта. Полезные свойства вашего первого крема и крутой косметический мгновенный эффект от второго. И уже потом реально не надо никаких тональников, можно прям сразу выходить, и кожа будет выглядеть офигительно. Чтобы вы просто понимали, на моей коже сейчас нет ничего. У меня под ней обычный мой увлажняющий SPF-крем, и на ней вот этот вот крем-блур. По-моему, кожа выглядит просто изумительно, а на ней ничего нет. И сейчас я, кстати, уверена, что очень многим станет интересно познакомиться с этим средством поближе, и вот для вас-то у меня есть очень интересная и хорошая новость. Фаберлик устроил конкурс, в котором может принять участие любой человек старше 14 лет. Значит, смотрите, в описании под этим видео есть ссылка. По ней необходимо зарегистрироваться, сделать заказ и подтвердить его. Вы можете сделать заказ на любую сумму денег. А к каждому зарегистрированному по ссылке будет начислен бонус от блогера. Вы получите 300 рублей на свой бонусный счет, который вы сможете использовать без ограничения. Через три недели я случайным образом выберу трех победителей, которые получат следующие ништяки. Первое место получит три годовых набора косметики. Второе место получает пять подарочных сертификатов на 1000 рублей. Очень приятно, и можно поделиться со своими друзьями. Ну, или все себе забрать. И третье место тоже весьма лакомое, на мой взгляд, потому что победитель третьего места получает 10 подарочных сертификатов на сумму 500 рублей. Это можно целый год просто на подарках экономить. Идеально. В общем, скорее переходите по ссылке и участвуйте. Знаете, вот сейчас мы с вами говорили о каком-то повседневном таком больше собирании. И, кстати, на все это собирание у вас идет не больше пяти минут. Я засекала, честно скажу, засекала. Хотя видео долгое, но реально по факту заняло это все пять минут. В общем, если мы с вами говорим о каком-то повседневном событии, это все понятно. Но если вам нужно, чтобы ваша кожа прям выглядела просто вау, безумно красиво, элегантно и очаровательно, вам, например, на какое-то мероприятие, ну или просто выпендриться хочется, ну, с кем не бывает, а с кем не бывает, то для этого в помощь приходят тканевые маски. Но у меня тут есть не тканевая маска, а гидрогелевая маска для интенсивнейшего увлажнения. И, если честно, то я в шоке. За счет своего состава такая маска супер глубоко увлажняет кожу. Посмотрите, наношу масочку, распределяю ее и жду несколько минут. Снимаю, и моя кожа просто увлажнена теперь настолько, что не звать ее иначе, как спелый персик, я не могу. Кстати, в конце распределяю масочку, впитываю вот это вот все, впитываю хорошо, красиво, чтобы прям результат закрепить. И реально, такие маски просто спасение, когда нужно вот прям вау-эффект здесь и сейчас. Использовать какой-то свой основной крем, ну, дневной, это очень важно, но иногда этого бывает недостаточно. И когда этого недостаточно, я использую увлажняющий гель. Как вы знаете, я сторонник азиатского подхода в уходе за собой, потому что я вижу в этом максимальную эффективность. И мне нравится многоступенчатая система. Потому что моя кожа, и мне лично кажется, что несколько ступеней гораздо более эффективно ухаживают за кожей, чем если использовать средства по отдельности. То есть, получишь просто гораздо больше приятного положительного эффекта. Этот увлажняющий гель, он обеспечивает эффективное увлажнение и смягчение кожи. Он поддерживает водный баланс кожи и защищает ее от обезвоживания. Я наношу этот гель утром и вечером на несколько минут после того, как нанесла мой основной крем. И результат просто офигительный. И еще один момент, о котором я хотела с вами поговорить, который позволит вам просто сиять подобно сияшочки, это губы. Вот согласитесь, с наступлением холодного времени года у очень многих страдают именно губы. Эти потресканные губы, сухие, на которых ни помада не лежит. Да какая там помада? Какой помаде вообще речь, когда у тебя губы растресканные и тебе просто нехорошо? Ну, очень нехорошо. Мой филер-бальзам для губ выглядит вот так. И его прикол в том, что он придает губам объем и ухоженный вид одновременно. Оно, короче, полный огонь. И огонь в том, что еще оно прозрачное, что сейчас, во-первых, модно. Во-вторых, если у вас есть матовая помада, она вас задолбала, вы наносите матовую помаду поверх этого вот этого вот средства. И уже хорошо, уже здорово. И, в-третьих, с этим можно спокойно идти в школу. И никаких проблем не будет. Вуаля. Что ж, вот такой вот небольшой список лайфхаков я для вас подготовила. Обязательно смотрите мое прошлое видео, где я проделала проверку азиатским лайфхаком. Оно вам очень понравится, потому что те, кто его посмотрел, уже написали, что им понравилось. А я имею склонность доверять своей аудитории. Так что всем спасибо за просмотр. Обязательно подписывайтесь. Тык. И я вас всех очень сильно люблю. Не представляете, как сильно я бы вам соскучилась. В общем, хорошего вам настроения и держитесь там. Видео есть. Не знаю, что я сказала, какой-то бред, но бывает.